Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодня пеку очень вкусные пышные пирожки или растягай с необычной начинкой. Это будет куриная печень с рисом с добавлением маринованного огурчика. Печень для начинки я кладу в кипящую воду и после повторного закипания варю минут 15. Затем даю остыть в этом же бульоне. Обязательно попробуйте, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В миску раскрошила свежие дрожжи. Добавляю столовую ложку сахара и несколько столовых ложек муки из общего количества. Доливаю простоквашу или кефир комнатной температуры, хорошенько размешиваю и отправляю в теплое место минут на 20. Опара увеличилась в объем, стала похожа на пену, а значит она готова. Добавляю сюда еще сахар, соль и белок. Желток идет на смазывание пирожков. Если вы их не планируете смазывать, специально белок в тесто добавлять не нужно. И растопленное сливочное масло или маргарин. Размешаю и постепенно добавляя муку, замешу тесто. Сначала, насколько это возможно, венчиком, а затем руками. Готовое тесто вымешиваю в течение нескольких минут, затем округлю его и переложу в миску, смазанную растительным маслом. Накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. Для начинки вареную печень я просто разминаю вилкой. Ее можно пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Но я считаю, так как количество небольшое, то удобнее сделать именно так. И сюда же я добавляю мелко нарезанное филе куриного бедра, хотя можно обойтись и только печенью. Резанный лук и тертую морковь я обжариваю на растительном масле. Добавляю сюда печень, мясо. Небольшой маринованный огурчик я тру на крупной терке. При необходимости лишнюю жидкость нужно слить. Добавляю сюда же, размешиваю и обжарю все вместе. Затем кладу вареный рис, соль, специи, размешаю и просто прогрею на огне. Готовое тесто выкладываю на стол подпыленной мукой и слегка его обминаю. От теста отщипываю кусочки и для удобства скатываю из них шарики. Делаю 18 шариков, из которых 3 штуки у меня пойдут на оформление, а 15 на сами пирожки. Итак, для украшения сначала раскатаю одну тонкую лепешку и разделю ее на 5 условных полосок. Потом раскатаю лепешку для пирожка, не очень тонкую. При необходимости подпыляйте стол и тесто мукой. Выкладываю начинку и залепляю в виде пирожка, оставляя в середине отверстие, как у растягая. Беру полоску для украшения, в середине делаю небольшой надрез и также делаю надрезы по краям полоски. Укладываю полоску сверху и прищипываю ее по краям к пирожку. Таким же образом делаю остальные пирожки, затем укладываю их на противень, накрою пленкой и дам постоять еще минут 20-25. Когда пирожки подойдут, смажу их желтком, разбавленным с двумя столовыми ложками воды или молока. Сверху можно посыпать кунжутом и отправлю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Пирожки готовы, посмотрите, какими они получаются мягкими. Нежное пушистое тесто, а аромат выше всяких похвал. И несомненно, изюминку этим пирожкам придает добавление маринованного огурчика. Кстати, в одном из следующих своих видео я покажу вариант постных жареных пирожков с маринованными огурцами. Не пропустите! А если вам понравился сегодняшний рецепт, не забудьте поставить лайк и поделиться ссылкой на него в социальных сетях. А также обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть и смотрите еще больше рецептов выпечки и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!